Пеннина, Кубани и Ростов-Дона собрал в Краснодарском дворце спорта Олимп рекордную для нынешнего сезона зрительскую аудиторию почти 2000 человек. Из них порядка 50 суппортеров прибыли поддержать гостей с берегов Дона. И болельщики не обманулись в ожиданиях. Южная дермия получилась боевым и интригующим. С самого начала матча принципиальные соперники попеременно ворвались вперед. А за всю встречу лидерство в счете переходило из рук в руки 10 раз. После первого тайма ростовчанки выигрывали всего один мяч 14-13. В России идет такой слог, что Кубань хоть она и занимает шестую строчку, но она всем дает бой. Поэтому мы всегда показываем зубы. Я думаю, что на нас тоже все настраиваются. Но сегодня ничья, я думаю, мы были на равных. Вопреки ожиданиям во второй половине матча ростовчанки не смогли развить минимальное преимущество. Не лучшим образом действовала атакующая линия Ростов-Дона, в составе которого можно выделить лишь Марину Ярцеву и Владлену Бобровникову, атаковавших неприятельские позиции часто и с высоким коэффициентом полезности. Чего не скажешь об остальных игроках, чьи обязанности входит угрожать в ворота. Мы играли, конечно, пускай обратительно, особенно второй тайм. Потому что, наверное, мы не верили в свои силы, что мы можем вообще выиграть. Мы сделали такую плохую игру. Не знаю. Краснодар, конечно, дома, да, все. Но так как мы команда такая, сильно нельзя так не показывать игры. Поэтому мы будем работать над ошибками, будем исправлять все, что мы сейчас натворили. Не умаляя заслуг хозяек площадки, отметим, что работа арбитров оставила немало вопросов. Судейская пара Алпаидзе-Березкина назначила шесть гонбольных пенальти в ворота Ростов-Дона. В ворота Кубани ни одного. Рефери восемь раз наказывали гостей двухминутными удалениями. Краснодарскую команду всего трижды. В концовке матча дважды подряд с площадки была удалена Анна Сень. Но даже в численном меньшинстве за полторы минуты до финальной сирены Ярцева вывела ростовчанок вперед. Однако в ответной атаке в ворота нашей команды вновь был назначен 7-метровый, который реализовала Марина Ламбевска. Ничья 25-25. Ничья с Кубанью понизила шансы Ростов-Дона получить преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф. Теперь для завоевания первого места по итогам предварительного этапа необходимо обыгрывать в Ростове звезду и как минимум не проиграть в Волгограде местному Динамо. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА